Всем привет! Еще одно интересное место, которое находится в саду безмятежности. Сейчас я нахожусь вот в этой точке. Ну, сюда можно добраться в ближайший вот этот телепорт. Давайте выясним, что это такое. Здесь стоит надгробие еще одно, и можно осмотреть. Вы замечаете, что здесь потоптались какие-то вандалы надгробие, покрывая толстый слой пыли, а рядом валяются всякие бумажки. Вы внимательно осматривайте надгробие. Кто-то проковырял в пыли две дырки, чтобы это выглядело как ноздри или, может, глаза. Какое-то время вы смотрите на надгробие, оно смотрит на вас, и вы решаете, конечно же, протереть пыль рукой. Но без труда, не без труда, но вы все-таки находите под пылью выгравированную на надгробие надпись. Там говорится о техниках кулачного боя, которых вы и знать не знали. Возможно, это единственное в своем роде реликвия от древних жителей Сенчжоу. Вы быстро просматриваете это. Загадочное руководство. Каждое движение описано в деталях и простым языком. Чтобы было понятно новичкам, вы пробуете несколько приемов, и сразу видите, насколько ценное это знание. Вы решаете запомнить все, что написано на этом камне, и внимательно читаете текст, но в итоге так и не понимаете, что означает последнее предложение. Мука должна быть с высоким содержанием клейковины. Кажется, что это мука с высоким содержанием клейковины, что-то съедобное. Может, речь идет о пищевой добавке, а может, в кулачном бою у нее какое-то свое значение. Мука для боя внезапно в памяти у вас всплывает. Госпожа Ян Цуй из величайших специй. Может, все знают о том, какой из тебя умелый боец, но мало кому известно о твоих кулинарных достижениях. Нам надо провести конкурс на лучшего повара Переулка Ароматонов и продемонстрировать всем твои таланты. Вы вспоминаете госпожу Ян Цуй и всех, кто хвалил ее мастерство. И, кстати, она наверняка знает, что означает последнюю строчку и руководство по кулачному бою. Так. А где тут Ян Цуй находится? На, Переулок Ароматонов, да? Поехали. Был намек на это. Так, одна из этих дамочек, которая здесь стоит. О, Ян Цуй, смотрите. Шеф-повар, точно. Так. Спросите Ян Цуй на секретах кулачного боя. Поехали. Ты пришла по адресу. Я лучший учитель со стилем кулаков, метеоров, облачного знамени. И обучалась 48 техникам боя, еще когда пешком под стол ходила. Но, к сожалению, я никогда не слышала о боях, для которых бы требовалась мука с высоким содержанием клейковины. Даже не знаю, как ее можно использовать в обучении. Разве что для тренировки каких-то малоизвестных приемов. Но и то не могу представить. Давай-ка ты мне покажешь прием, а я попробую разобраться. Поддемонстрировать приемы, описанные на надгробии. Вы показываете технике неизвестной школы кулачного боя. Здесь напряжение идет в поясницу, а это движение выполняет рукой. Но под таким углом... А вот тут что-то знакомое. Понятно. Этот метод замешивания теста, а не техника кулачного боя. У некоторых посетителей сильные зубы, и они предпочитают жесткую лапшу. Для нее требуется мука с высоким содержанием клейковины. И еще надо правильным образом заместить тесто, а то вкус уже будет не тот. Меси тесто тяжело. А тесто от робота не сравнится с тестом ручной работы. И здесь тоже есть свои техники правильного замешивания и расчета силы. Надо следить за движениями, иначе тесто выйдет комковатым или неклейким. Так, значит я зря старался. Не совсем так. Если делаешь что-то хорошее от всего сердца, то это обязательно окупится. Просто ты не повар, вот, и перепутала. Тебе от этой техники кулачного боя пользы никакой, зато мне пригодится. Вот тебе я в благодарность за труды. Не хочу, чтобы ты расстраивалась. Так что давай накормлю тебя нашим фирменными блюдами. Ну мы что-то получили, конечно. Ну я единственное, что на всякий случай проверю. И если мы вернемся... А где этот сад безмятежности-то? Если мы вернемся на это место и подойдем к надгробию, будет ли что-то еще? Ну в любом случае мы получили достижение уже приятное. И плюс, помимо всего, мы получили какую-то награду, которую я, кстати, даже не видел, что это было. Так, где оно? Здесь, да? Нет, смотрите, уже ничего нельзя, никак взаимодействовать, поэтому все, ребят. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете. Посмотрите к этому видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok